Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал и спасибо, что смотрите это видео. Чем привет? Сегодня у нас в гостях замечательный блогер София Сигнорина. София Синьорина, точнее. Соня, сегодня я хочу спросить у тебя. За последнее время, мне кажется, мы год назад снимали как раз такое видео, появились ли у тебя какие-то новинки в парфюмерии и не хочешь ли ты с нами поделиться? У меня появилось достаточно много духов за последний год, потому что я прошу дарить мне парфюмы на праздники и умоляю покупать их, когда нет праздников. Поэтому появилось достаточно много, которые я давно хотела, которые я обожаю, и вот просто сейчас я вам их покажу. Первый парфюм, о котором я хочу вам рассказать, это Нина Ричи. Выглядит он вот так. Я не знаю, как конкретно он называется, наверное, Тепл там, чуть не знаю. Ну, в общем, это самый лучший парфюм у Нина Ричи. Насколько я помню, это коллекционная бутылочка, она матовая. И здесь откушено яблоко, и на этом месте покрыто золотом, в общем. Сама бутылочка очень красивая. Наверное, только из-за этого я купила этот парфюм, потому что на самом деле... Это сорока. Потому что на самом деле запах очень приторный. Ой, нога зачесалась. Потому что на самом деле запах очень приторный. Достаточно один раз брызнуть, чтобы весь день от вас пахло вот этим вот парфюмом. Я не знаю, чем он пахнет. Пахнет... Вот знаете, когда вы заходите в парфюмерный магазин, и пахнет в общем, всеми парфюмами. То есть вот как-то так. Он ни о чем, и он очень такой приторный, достаточно тяжелый, и для меня немного удушливый. Но все-таки мне он достаточно сильно понравился. Я его хотела очень много недель, то есть я как-то его увидела в интернете, потом понюхала на пробниках, потом нашла в магазине, и все смотрела-смотрела на него. И в итоге по приезду в Италию, в Дитюфрим, в Воскве, мы взяли с мамой этот парфюм. Стоил он, наверное, не очень много, я думаю, евро 30, наверное, если не меньше, может и 20. В общем, я точно не помню, но это было меньше 50 евро. Ага. А церковь что? Вот. Ну, баночка офигительная. Ну да, мне тоже нравится. Ну нет, мне оно на самом деле даже внешне кажется слишком олиповатым. Запах действительно какой-то навязчивый очень. Это, безусловно, сладкий какой-то аромат. И вот в нем есть что-то такое, что я бы, ну, никогда эту ноту я не люблю в парфюмах. Никогда не предпочитаю. Нет, не нравится. Мне нравится. Я даже им пользуюсь, хотя не очень часто, но все равно. Следующий парфюм это Шанель Шанс. Это вообще, это просто потрясающе. Он настолько нежный. Ну, это Шанель Шанс о тендер, который. Да. Его подарила мне бабушка моя на день рождения, баба Зоя. Какая разница. Ну, в общем, она, я не знаю, как она могла узнать, но он просто потрясающий. Он настолько нежный, приятный. При этом, если брызнуть один раз, он уже как бы все, он просто припечатывается. И весь день просто от вас прекрасно, потрясающе, вообще суперско пахнет. Мне нравится сама бутылочка. Она какая-то такая простая, но лаконичная, красивая. И здесь, ну, не знаю, мне нравится эта розовенькая водичка. Все так красиво. И крышечка матовая со знаком Шанель. Это мой самый любимый на данный момент аромат. Хотя я больше люблю Dolce & Gabbana. Dolce. Но вот это просто нечто. Это любовь всей моей жизни. Вот так выглядит. Я думаю, все знают. И мне тоже очень нравится. Он такой, мне кажется, похож немножко на Дейзи. Нет? Мне кажется, что-то общее с Дейзи. Он вот такой девчачий, нежный, такой сладковатый. Но это не то, что там сжженый сахар, дикие петушки. Там просто журухи бегают по парам. Извините. Примерно так, как я катаюсь на велосипеде. Сказали мы. Сказали мы. Это какая-то такая сладость, на мой взгляд, инжирная. Вот инжир, он такой отдает иногда, как земляникой слегка. Мне кажется, что-то ничего земляничного. Так вот это именно не земляничность, а такая инжирная сладость. Нет, мне кажется, что это просто какой-то такой нежный цветок. Типа, знаешь, есть какие-то такие вот так пахнут прямо. Не знаю, мне кажется, что вот такой инжирный очень вкусный. Вообще классный для девушек. Мне кажется, он всем подойдет на весну. Очень легкий, на лето. Он такой неудушливый, не бешено-сладкий. Ну, не очень дорого стоит. Очень доступный есть во всех магазинах. Я там просто... Последнее время мы искали тасканскую кожу Тома Форда. Очень сложно найти. А этот, он есть везде и очень милый. Очень. Мне кажется, он всем, ну, как бы понравится. Вот не может он вызывать особо каких-то таких негативных чувств. Следующий парфюм это Мэкс. Называется Фрэш Вуман. Подарила мне его моя бабушка Надя. Ну, здесь... Бабушки в курсе, что надо, да? Да, 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 да. На самом деле, много чего про него сказать нельзя, потому что это просто свежесть. В общем-то, название очень сильно подходит. Это такой, скажем, парфюм, который вас освежает. И, например, я бы сказала... Ну, я не знаю насчет лета. Как-то... Знаете, у меня есть такое вот... В общем... Как это называется? В общем, у всех моих парфюмов есть такое свойство. Я разделяю их на закупоренные и открытые. У меня почему-то иногда бывают такие запахи, вот, которые они как будто закрытые. То есть, я не знаю, как это объяснить, но вот это такой запах. Он какой-то, знаете, такой нетяжелый. Он легкий, он приятный, вкусный. Но вот он какой-то закупоренный. Я не знаю, честно говоря, как это объяснить, но он очень приятный. Он тоже сладковатый, тоже неженый сахар. Не то, чтобы ягода какая-то. Он как бы свеженький такой, да? Мне кажется, вообще для любого, опять-таки, возраста подойдет. Что Джулию им набрызгать, что тебя, что бабушку. Вот прекрасно. Такой вообще... Очень нейтральный, кстати, удивил меня очень. У меня тоже есть Мекс, я тоже про него вам расскажу. Мне тоже передала его бабушка. Я никогда вообще не обращала внимания на эти парфюмы, но я реально им часто пользуюсь. Вот он какой-то... Да-да, он причагивает. Он ничего не хочет сказать особенного. То есть, он не диктует тебе какой-то образ, тебе не надо ему соответствовать. Вот этот парфюм, он просто свежий. Он хорошо будет зачитаться со свежей одеждой, со свежим бельем. Да, с запахом чистоты. Такой. Ненавязчивый и очень-очень хороший. Ну, я его уважаю и часто пользуюсь достаточно. У меня гусиный лап. Это как солнце. Лапа без... Следующие два парфюма, я сразу скажу, что это моя любовь к любви. От One Direction. Первый, это который был выпущен год назад. Мне его подарили родители по совместительству с сестры на день рождения. Это, по-моему, самый большой объем. 100 миллилитров здесь. Называется он The Moment. Фантазия на грани. Ну, блин, что? Я его просто обожаю. Он... Знаете чем? Почему-то он ассоциируется у меня с каким-то цветком и свежестью вот постели. Например, когда мама выстирает белье, порошок как-то так вкусно пахнет. Где Ксана реклама сейчас? Моя вот. Маленький. Вот. И на самом деле у меня не пахнет крышкой, мне надо побрызгать. И... Я обожаю его. Это все, что я могу сказать. Он сладкий. Он дарит хорошее настроение мне. И когда, например, утром я по-разному, в разном настроении встаю, то когда у меня хорошее настроение, я всегда им брызгаюсь. Мне он очень-очень нравится. Он очень сладкий, я бы даже сказала. И... Ну, не знаю, я обожаю его. Я советую его. Ну, конечно, он не для взрослых, естественно, женщин. Только, я думаю, для подростков. Тем более никто не станет покупать Ван Дирекшн в здравом уме. Почему это? Ну, потому что кто позавится, например, на такие парфюмы? Вот он тоже неплохой. Они у тебя все какие-то похожие. На самом деле. Вообще ничего такого. Тоже свежий. Тоже как будто он какой-то вот шампунью цветочный пахнет. Для волос. Как будто он джульки. Да-да-да-да-да-да-да, похоже. Вот как ультра-душ шампунь. Как ягода какая-то там. Да, ну, такая химозная ягода. В смысле, не фужерный аромат. Он не повторяет нотки природы, естественно. Это синтетический аромат. Но он тоже очень приятный. Тоже он какой-то чистый. В общем, Соня, она страшная чистая плюя. Она моется четыре раза в день. И вот еще одна воду пришел к тебе. Как раз просили тебе передать его. Она переодевается три раза в день. Моет голову каждый день и так далее. Представляете? Если помыть Сонину голову. Лучше, если бы ты в кибр ходила ее ополаскивать. Нет? Очень удобно это течение. И вот они все свежие. Она вот любит, видимо, на кибр. Ничего себе. Неожиданно. Запись идет? Не знаю. Вроде да. Идет? Кошмар. Чего? В общем, она, видимо, любит такие свежие ароматы. Будем уже заканчивать съемку, потому что у нас, по-моему, гроза начнется. О, солнце скрыло. Спасибо. В общем, на самом деле, неплохой аромат. Единственное, что вот когда Соня им пользуется, послевкусие остается такое. Мне вот ассоциируется с моими воспитателями в детском саду. То есть это такой сладкий запах. Он тоже подойдет, вот как подростку, так, в принципе, мне кажется, и женщина, и взрослая. Вообще, такой, ну, нейтральный, просто цветочный, сладкий, такой свеженький. Кстати, хочу добавить, что к прошлому аромату Our Moment, который я показала в прошлом выпуске, шел гей для душа. В этот раз тут был крем, и очень офигительный крем. Он реально увлажнял. Я думала, что это будет какое-то, знаете, типа приложение к духам, но на самом деле он действительно хорошо увлажнял. На самом деле, это, по-моему, был лосьон для тела, но я пользовалась все, что я хотела. Руки, лицо, ноги, все-все угодно. Мазала, и он действительно хорошо увлажнял. И пахнет он очень-очень вкусно, приятно. Крем, то есть непритерный. В общем, я люблю. И последний парфюм... Сказа, дорога, не сломай бы камеру. И последний парфюм тоже, это Our Interaction, который был выпущен последним. Он называется You and Die. Скажи поближе. Да, наконец-то, что-то новое. Выглядит он вот так. Здесь написано You and Die. Вот так. Колечко где было? Вот здесь вот было колечко, то есть оно действительно очень большое. Вот такое, это не то, что кольцо на палец, это было рассчитано, как на цепочку его повесить. Очень красиво. Как бы Гарри Стайлс признается в любви. Ну, как бы Соня думала, что лично я, она думала, что у нее такое кольцо. Да, я думаю, что это у меня поставщики как бы списали. Да, поставщики. То есть это... Именно они. Поставщики колец. Фродо, что ли? Фродо СРЛ. Сочета. Конреспонсибилита лимитата. Давай. Что будет? Абсолютно. Фродо, бизнес юмор. Значит, что я могу про него сказать? Я не знаю, что про него сказать. Это... Это нечто. В общем, этот парфюм сладкий. И он, как и все почти мои, но я думаю, он более приторный. Ну, чуть-чуть, да? Там что-то есть такое хоп, еще более сладкое. Да. Он быстро выветривается достаточно, и надо вылить полбутылки, чтобы хорошо от него пахло весь день. Но на самом деле я не пользуюсь им слишком часто, потому что... Не знаю. Потому что я брызгаюсь парфюмом по утрам обычно, когда иду в школу, то есть в начале дня. И поэтому утром он как-то, не знаю, раздражает меня, в смысле, что приторно пахнет. Кажется, что в бутылочке он, в общем-то, не очень-то и навязчивый. Но когда ты его наносишь на себя... Там какая-то то ли дыня, там такая вот нутная химоза, она как дыня синтетическая. И она вот, она бесит, наверное, в начале. Мне кажется, она потом уйдет быстро, она такая слишком синтетика. Там выветривается, я говорю, и потом пахнет достаточно приятно. Мне очень нравится, и вообще мне все нравится. Я покупаю парфюмы, которые мне нравятся. Тоже свеженький, тоже цветочный, тоже такой приторно-сладкий. И тоже для любого возраста. Он вообще, ну, он как бы не несет в себе никакой особой истории, там вот рассказать о вас. Это не свежитель воздуха, например, Майбербери, от которого все были в восторге. Я просто в ужасе. Это я им пользуюсь. Но мне кажется, он пахнет, как эти домхозу не в последнем видео сказали, они пахнут свежителем воздуха для туалета. Причем после того, как он уже освежил то, что был должен освежить. Вот такой аромат, это просто кошмар. Жуткая лилия какая-то отвратительная. Лиландыш, это вообще ужас. А здесь... А я считаю, что они лучше, чем Майбербери. Я считаю, что они не... Это чемодиры? Вообще, конечно. Тоже нормально. Всем подарок идет. Все, кто любит сладенькие, светочные. Мне кажется, очень красивые у них бутылки. Не, ну если вы просто думаете, что своим подросткам, деткам, родственникам подарить, очень хорошие подарки. Такие нормальные. Просто раньше вот... Это что-то плавает, смотри. Что-то плавает. Вот. Да? Опилки какие-то. Ну вот. Посланник. Все, я сейчас... Горят глаза у меня. Очень воды? Нет. Хочу, чтобы мне не сгорели глаза. Давай. Солнце вови. Я солнце вови. Позорник. Такое вот было видео. Надеюсь, вам понравилось. Если вы уже покупали какие-либо такие парфюмы, пишите. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. Давайте общаться в социальных сетях. Соня, что еще нового скажешь? Подписывайтесь на мой экстраграм. Не плятите. У меня, конечно, закрытый профиль, но вы знаете, что фотографии там красятся. Вот. Подписывайтесь на мой... Подписывайтесь на мой канал, хотя у меня нет видео, все равно подписывайтесь. Убейте. Как здорово. Когда-нибудь я не поймаю. Конечно. Главное верить. Да. На самом деле, я снимаю видео каждый день, сажусь, потом я его удаляю с телефона, не лень. Потому что он какой-то убог. Мне тоже перестали нравиться мои видео, особенно последние. Я вообще какой-то бред. Мне очень не нравится. Скучно. У меня обувь красивая. Я думаю, мы будем заканчивать на этом наше видео. Мы будем продолжать снимать влог. Спасибо всем большое. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Я обещала показать, как я закидывала ногу за голову. Давай. Что, прям тут что? Да, конечно. Ведь никого нет, вот эти люди. Я уберу нос, он мне дорог. Ну, Юля, стесняюсь. Чудо пластической хирургии. Давай. Давай, давай. Стесняюсь. Ну, смысл? Точно? Давай, без кида. Никто не увидит. Кроме меня. Кроме меня и еще нескольких человек. Юля, это позорно. Там мужчины катаются на качке. Это не мужчины, это бородатые мальчики, которые еще маленькие. Давай. Меня стесняюсь. Давай быстрее. Блин, у меня все... Это двинься такая. У нас, конечно, куда? Готовы смертельный номер. Та-та-та-ра-та-ра-да-та. Так и сиди. У меня джинсы неудобные. Ну, вообще, я могу реально закинуть. Я вот сейчас сижу просто, смотрите, где у меня может оказаться нога нежит. Я думаю, видео о парфюмах на этом закончено. Всем пока! А то можно мой влог вставить и сейчас. Давай.